Переходим к другим темам выпуска. Обучиться и найти работу, открыть и развивать свой бизнес. Все возможно по госпрограмме Дорожная карта занятости 2020. Только в Петропавловске с начала года практику прошли 60 человек. 46 из них официально трудоустроились. Среди них и герои нашего следующего сюжета. Наталья Демидова работу нашла по госпрограмме Дорожная карта занятости 2020. Обратилась в Центр занятости населения и ее направили на полугодовую практику Управления архитектуры и градостроительства. Спустя пять месяцев Наталью бухгалтера по образованию официально приняли в штат. Моей обязанностью входит обработка первичной документации, работа с казначейством, работа на веб-портале. Хорошо, что есть такая программа для молодых специалистов, которые не имеют опыта в дальнейшем устроиться на работу. По этой же программе трудоустроился и коллега Натальи Давид Гончаров. Он дизайнер. Сначала получил среднеспециальное образование в колледже Пресс-КГУ, затем четыре года заочно учился в Курганском государственном университете. Сразу после получения диплома молодого специалиста повысили в должности. Здесь работаю в должности инспектора по архитектурному оформлению. Были выполнены работы по разработке генпланов районов и города, также проектов застройки, проектов детальной планировки. Одной из последних работ был дворец молодежи, в котором мы принимали участие в том, что разработали благоустройство территории, проект благоустройства территории, также оформление фасадов. Стоит отметить, что благодаря программе «Дорожная карта занятости-2020» только с начала года в Петропавловске практику прошли 60 человек. 46 из них официально трудоустроились. Алена Подласова, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК.